Итак, у нас семинар посвящен перинатальной психологии. Под таким названием вышел первый антический номер 2002 года журнала «Современная зарубежная психология». Скажу для тех, кто впервые на наших семинарах, что журнал у нас издается с 2012 года и посвящен обзорам и представлениям их зарубежных публикаций на нашей платформе, на платформе нашего журнала. Можно следующий слайд? Первый доклад будет посвящен статье «Биологические детерминанты материнского поведения». Представит его Авдеева Наталья Николаевна. И здесь рассматриваются вопросы, связанные именно с базовыми нейробиологическими механизмами после родовой период. И также Наталья Николаевна является тематическим редактором нашего журнала. Следующий слайд. Я сейчас представляю доклады, которые будут озвучены в дальнейшем. Следующая статья «Зарубежное исследование сепарационной тревоги». Ее представит Кочетова Юлия Андреевна и Климакова Мария Вячеславовна. Юлия Андреевна является доцентром кафедры возрастной психологии имени профессора Людмилы Филипповны Абуховой. А Мария Вячеславовна является преподавателем этой же кафедры. Здесь будут представлены вопросы, связанные с сепарационной тревогой, а также озвучены методы когнитивно-поведенческой терапии. И рассказано о игровой терапии. Следующий слайд, пожалуйста. Также заслуживает внимания статья «Современное родительство. Новые исследовательские подходы». Ее представит заведующая кафедра возрастной психологии имени Людмилы Филипповны Абуховой нашего университета Шаповаленко Ирина Владимировна. Статья представляет собой обзор современных зарубежных психологических и социологических исследований родительства. Следующий слайд. Также статью, посвященную пониманию влияния отцов на развитие своих детей, представит Хоффман Брук Эшли. Она является аспирантом факультета психологии и образования нашего университета. И здесь будут озвучены вопросы, связанные с влиянием отцов на развитие детей и перспективы дальнейших исследований в этой сфере. Следующий слайд. Эта статья, которая называется «Руминации как психологический механизм формирования и поддержания суицидального поведения», она выпадает из конвы нашего тематического номера. Я думаю, что для слушателей она тоже представляет интерес. Эту статью представит Сагалакова Ольга Анатольевна, научный сотрудник лаборатории экспериментальной патопсихологии нашего университета. Статья написана совместно с двумя соавторами. Труевцем Дмитрием Владимировичем, руководителем Федерального ресурсного центра психологической службы в системе высшего образования. И Живновой Ольгой Владимировной, медицинского психолога краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения Алтайской краевой клинической психиатрической больницы. Работа посвящена руминациям и, соответственно, рассказывается о суицидальных мыслях и суицидальном поведении. Подробно нам расскажут наши спикеры. На каждый доклад отводится 15 минут и 5 минут на обсуждение. За таймингом у нас следит Бориса Ольга Николаевна. И если будет превышен, она нам будет подсказывать. Итак, мы начинаем с доклада Авдеевой Натальи Николаевны. Просим спикера начать. Наталья Николаевна, пожалуйста. Так, а презентацию можно запустить тогда? Да, придется. Секундочку. Так, тогда первый слайд. Ну, здесь уже сказали про то, что это специальный тематический выпуск о перинатальной тематике. Впервые, по-моему, в современной зарубежной психологии осуществлен такой проект тематического выпуска именно по проблемам перинатальной психологии. Ну, и целью было представление российским специалистам ведущих подходов, проблем, результатов исследований в современной перинатальной психологии. Несколько слов о перинатальной психологии, которая не так давно появилась в поле внимания психологов, особенно психологов развития, и сейчас процветает, появляется с каждым годом все новые темы, осваиваются новые области, и главное, что появляются новые проблемы. Рассматривается же она до сих пор, это перинатальная психология, как все-таки раздел медицины, перинатологии. Это 70-е годы 20 века. Появился этот раздел перинатальной психологии в рамках именно перинатологии, когда стало очевидным, что некоторые проблемы и практические задачи, которые ставила перед перинатологией жизнь, невозможно решить безобладно. В этот период началось формирование психологически ориентированной перинатальной проблематики, чему способствовало расширительное определение перинатального периода, как периода включающего принатальное развитие, роды и раннее детство, то есть развитие ребенка в диаде, как особая единица анализа в рамках перинатальной психологии, которая охватывает и младенчество, и ранний возраст. И с этим возникает, конечно, вопрос, как этому отнеслась психология развития, и как это соотносится с традиционной нашей возрастной психологией. Вот на мой взгляд, если в возрастной психологии речь идет о возрастном развитии, о его закономерностях, а взрослый выступает в рамках вот такого обобщенного взрослого, то перинатальная психология дополняет это видение представлениями и акцентацией внимания на то, что ребенок развивается во взаимодействии с матерью в диаде. Эта мать всегда конкретна, она обладает какими-то индивидуальными особенностями, взаимодействие тоже характеризуется индивидуальными особенностями, и, собственно, в связи с этим и возникают проблемы и трудности в рамках перинатального периода, и это именно то, на что обращает внимание практическая перинатальная психология. Давайте следующий слайд. За это короткое время, в общем-то, наверное, где-то около, ну сколько сейчас, 50 лет, перинатальная психология развивалась очень бурно, выделено по решаемым задачам несколько направлений. Это перинатальная психология зачатия, беременности, родов, психологии раннего постнатального периода, и произошло деление по разделам – общая, клиническая, специальная психология. Развитие этих разделов потребовала интеграция научных знаний и объединение усилий различных специалистов, не только неонатологов, но еще и клиницистов, и представителей специальной психологии, ну и, конечно, медицины, педиатрии в том числе. В настоящее время продолжается интенсивное развитие перинатальной психологии, которая развивается на стыке разных направлений психологии. В частности, психологии родительства, психологии привязанности, психологии детскольких отношений, репродуктивной психологии. В современной науке как раз наиболее острые и интересные для практики проблемы возникают именно на стыке различных направлений. Часто они выглядят междисциплинарными. С этим связаны определенные трудности, связанные с языком терминологии, тезаурусом, который нужно выработать в этом междисциплинарном пространстве. Это не всегда просто, поэтому, так сказать, научный подход, общепринятый, только еще представляется некоторой такой вот целью будущего. Об этом говорят ведущие специалисты в этой области, но сошлись на Добрякова, Филиппову, Галину Григорьевну. Эта работа еще только предстоит. Однако повестка дня, те вопросы, которые возникают в практике, они требуют какого-то обязательного и вот сиюминутного иногда решения. Перинатальная психология обогащается, если можно так сказать, все новыми проблемами и продвижение через эмпирические исследования, а в связи с этим и обобщение, формирование подходов происходит очень интенсивно. Это быстро развивающиеся отрасли психологии. А сейчас я хотела бы остановиться немного на традиционном для перинатальной психологии тематике. Это биологические детерминаты материнского поведения. Пожалуйста, следующий слайд. Вот как раз биологические детерминаты материнского поведения, это, наверное, то, с чего началось развитие вот этой тематики в перинатальной психологии. Восходит она еще к исследованиям на животных. Впервые этой темой стала заниматься Галина Григорьевна Филиппова. Вот в своей докторской диссертации она как раз писала о психологии материнства и затрагивала там именно биологические детерминаты материнского поведения, связанные, ну как бы вот с такой биологической природой материнства. Поэтому вклад биологических и социальных детерминат в материнское поведение имеет давнюю историю. В зарубежной психологии примерно 80-е и 90-е годы превалировал точка зрения на преимущественно биологически обусловленную программу материнской заботы о ребенке. Исследования были сосредоточены на эндо- и экзогенной стимуляции материнского поведения, обусловленной гормональными изменениями эндостимуляции в связи с беременностью, родами, лактацией, а также стимуляцией, идущей от младенца. Впечатляющими открытиями этого периода было открытие феномена бондинг, значимости внешнего вида ребенка, явление или феномен бейбинис, исследование влияния поведения младенца на стимуляцию материнского поведения. Это вклад Джона Болби, который описал плач, улыбку, сосание, хватание, исследование лепит, как такое поведение из врожденного арсенала поведения ребенка, которое стимулирует материнский ответ, адекватный запросу ребенка. И в этих исследованиях, и все эти явления, о которых я говорила, и бондинга, и бейбинис, и поведение ребенка, ориентированное на мать, рассматривались как эволюционно-этологически обусловленные факторы, направленные на активацию и поддержание материнского поведения, заботы о ребенке. Понятно, что человеческий ребенок рождается гораздо более беспомощным, чем детеныши животных, и для своего выживания ему нужен взрослый, прежде всего мать, которая оказывается рядом с ним, и поэтому он должен обладать средствами вызывать материнскую заботу и ориентировать поведение матери на решение жизненно важных задач и для выживания, и для психологического развития. Пожалуйста, следующий слайд. Позднее, где-то в 90-е годы, важный вклад в понимание материнского поведения внесли работы Джеймила Стерна, посвященные психологическому анализу взаимодействия матери и младенца. На русский язык переведена замечательная книга его «Межличностный мир младенца», где также рассматриваются вопросы хорошо отлаженного взаимодействия матери и ребенка, в котором он показал при анализе видеозаписи этого взаимодействия, что вызываемое младенцем материнское поведение комплементарно врожденному репертуару поведения ребенка и служит целем его развития. Всегда ли так бывает? Дальнейшие исследования, которые продолжаются и в настоящее время, показывают, что можно уточнять и углублять понимание биологических оснований, ранее выявленных закономерностей, а также нарушений и отклонений в работе вот этих биологических детерминантов, в частности, связанных с очень хорошей настройкой матери и ребенка друг на друга в целях оказания адекватной материнской заботы и в целях решения задач развития ребенка. С одной стороны, в современных исследованиях показана роль окситоцина и дофамина во взаимодействии матери и младенца, выявлена нейробиологическая основа материнской привязанности к ребенку. Следующий слайд, можно, пожалуйста. С другой стороны, и в настоящее время, и это уже на протяжении даже нескольких десятилетий, активно проводится исследование нарушения взаимодействия, недостаточность биологически детерминированной поддержки материнского поведения в группах риска. И это группы риска, как со стороны матери, очень подробно и в настоящее время так продолжается фундированное исследование материнской депрессии, ее влияние на материнское поведение, на последствия материнского поведения в депрессии, на развитие ребенка, особенно социально-эмоциональной, разного рода аддикции, которые продолжают оставаться актуальной проблемой. Тоже влияние на характер взаимодействия, качество привязанности и развитие ребенка в младенчестве и в последующих возрастных группах. Ну и, конечно, преждевременное рождение ребенка, установление контакта матери с таким ребенком, установление взаимопонимания, сотрудничества, синхронизации, всяких тонких моментов, связанных с эмоциональным взаимодействием, умением поддерживать активность такого ребенка, который дает не очень ясные сигналы, обучение матерей работать с такого рода ребенком, не усиливая его, слабую, на взгляд, матери активность, а позволяя ему действовать в своем темпе и в своем объеме, поддержка его инициативы, его субъектности. Вот те направления, которые сейчас активно развиваются в зарубежной психологии. Ну и, конечно, в этом плане появляются новые тенденции исследований детерминанта отцовского поведения, которые рассматривались всегда как социокультурные, начиная с работ Маргарет Митт, нет врожденных детерминанта отцовского поведения. Но и здесь находят удивительные способности отцов реагировать на ребенка сразу после рождения, примерно так же, как это делают матери. Несмотря на то, что вот этот бондинг, привязывание со стороны матери к ребенку, однако некоторые аналогичные, сходные формы поведения, по крайней мере, по взаимодействию с ребенком, обнаружили у отцов. Разработка программ раннего вмешательства направлена на профилактику нарушений детско-ролевских отношений, повышение родительской компетентности в интересах развития ребенка. И новая тематика – это психологическое здоровье родителей. Для меня было достаточно удивительно увидеть в современных зарубежных исследованиях, что само рождение ребенка, это даже не первый ребенок в семье, рассматривается как некоторое травматическое с точки зрения психологии событие для обоих родителей. И требуется определенная психологическая поддержка их в этот трудный период, ну и, конечно, подготовка к тому, с чем им придется встретиться. Нарушение психологического здоровья, родительский стресс в связи с развитием ребенка – вот тема современных проработок в зарубежной психологии. И все они, конечно, ориентированы уже не столько на поиск и работу вот этих врожденных биологических детерминант, сколько на помощь современным родителям в том, чтобы создать условия для работы этих детерминантов и как бы поддерживать их уровень психологического здоровья и заботы о ребенке, ну и будущее, которое закладывается для детско-литерских отношений во всех более старших возрастах. Давайте следующую. Анна Николаевна, у нас время подходит к концу. Да, заканчиваем. Ну вот программа осознанного вмешательства, так они называются, потому что вообще вмешательство в зарубежной психологии не приветствуется. Основаны, в общем-то, на тех традиционных биологических детерминантах, которые были открыты вот еще в ранний период становления этого всего направления исследования. На основе психологического просвещения и психологического сопровождения на протяжении пренатального и постнатального периода в общем-то обеспечивается работа этих биологических детерминантов и создаются возможности для того, чтобы они выполнили свою роль в нашем таком быстро меняющемся мире с ранимыми родителями, которых надо поддерживать в этот трудный период, связанный с пренатальным периодом, родами и рождением ребенка. Так, вопросы, наверное, да, Ольга Николаевна? Или потом будут вопросы? Ну, можно сейчас задавать вопросы. У нас 5 минут, да. Поэтому, пожалуйста, слушатели, если есть вопросы, задавайте. Ну, я так понимаю, что вопросов пока нет, но можно будет в конце вебинара задать. Поэтому мы тогда переходим к следующему докладу. Да. Предоставляем слово Кочетовой Юлии Андреевны и Климаковой Марии Вячеславовне. Коллеги, а можно нам как-то, чтобы вы могли продемонстрировать свой экран? Да, конечно. Спасибо большое. Так, благодарим. Мы сейчас откроем презентацию. Благодарим вас за приглашение на такое интересное мероприятие. И как видится мне, что выпуск данного журнала является очень актуальной историей, поскольку и в частных запросах, и в общем-то, таких вот вопросах, которые сейчас связаны с неделей родительской компетенции, которые постоянно, да, у нас в университете проходят, еще раз подтверждают, что тема, в общем-то, детско-родительских отношений, тема перинатального периода, в том числе, как частной, да, вот в ситуации детско-родительских отношений является очень актуальной. Мы, в свою очередь, хотели сделать тоже такой вот вклад в исследование, собственно говоря, да, развития ребенка, в том числе, связи с проблемами родительского воспитания. И наша статья посвящена зарубежным исследованиям «Сепарационные тревоги». Я хотела бы еще раз представиться, да, зовут меня Кочетова Юлия Андреевна, кандидат психологических наук, и работаю я на кафедре возрастной психологии имени профессора Людмилы Филипповны Абуховой в должности доцента. Здесь можно посмотреть на данные, и где вы также можете, в общем-то, задавать мне вопросы и по статье, и не только. Здесь оставлен телеграм-канал, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Со мной также выступает коллега Мария Вячеславовна, то здесь тоже оставлены ее координаты. Кстати, в самом журнале, в статье они тоже публикуются, поэтому, в общем-то, можно смело задавать вопросы. Итак, о чем же, собственно говоря, говорится в статье? Мы постарались сделать такой вот объемный, скажем так, анализ именно зарубежных исследований феномена «Сепарационной тревоги», поскольку, хочу заметить, что у нас в рамках, в общем-то, в нашей стране, да, в основном это рассматривается в рамках клиники, и в основном мы сможем встретить это понятие в МКБ-10, да, в международной классификации болезней, и в основном «Сепарационная тревога» рассматривается как тревожное расстройство, которое, в общем-то, не входит в генерализованное расстройство, тревожное, и в основном, да, рассматривается, как я уже говорила, в рамках клинической психологии. Вот опять же, в зарубежной психологии сейчас стали рассматривать уже процессы, связанные с возникновением вот этой вот тревоги, да, или тревоги-разлуки по-другому с родителями, в том числе и в рамках нормы, да, условно-нормативного развития детей. Поэтому мы хотели бы проследить, что это за феномен, как он проявляется, какова его клиническая картина, посмотреть, какие существуют диагностические критерии, вообще методики, какие существуют для диагностики этого феномена, и, соответственно, конечно, про методы терапии и коррекции. Нашли очень много интересных данных про применение недирективной игровой терапии, методов КПТ, да, в частности, программы The Coping Cat, да, которая используется, в общем-то, за рубежом достаточно активно, и есть даже, я видела, такие модификации, адаптации этой программы и у нас. Ну и различные, мы сегодня поделимся различными исследованиями зарубежных наших коллег, как раз-таки, да, которые касаются связи, например, уровня сепарационной тревоги родителей-младенцев с уровнем тревожности у детей, с личностным ростом самих родителей. Это вот то, кстати, о чем говорила сегодня Наталья Николаевна, на что она обратила особое внимание, что для многих родителей рождение ребенка – действительно некий такой вот стрессовый момент, поэтому часто вот та самая сепарационная тревога, возникающая у детей, является следствием трансляции тревоги самих родителей. Ну и так далее. Безусловно, на мой взгляд, это понятие является достаточно актуальным, полученные в исследованиях данные позволят нам увидеть роль тревожного расстройства, вызванного разлукой, формирования личности вообще, да, человека, ребенка, и является важным условием для создания терапевтических и коррекционных мероприятий. И надо сказать, что не просто так выбрана именно эта тематика, поскольку на современном этапе развития общества тревожные расстройства занимают действительно такую достаточно существенную роль, и в том числе это касается и детских возрастов, тревога растет, потому что в первую очередь, да, и социальные условия меняются, и сейчас мы прекрасно знаем, что они не самые простые, мы живем во времена такой вот глобальной неопределенности в некоторой степени. Конечно, тревога – это всегда то, что отнесено к будущему, да, то есть тревога – это про будущее, то есть здесь, безусловно, социальная обстановка не может никак, не может не воздействовать на нас, поэтому, конечно, к сожалению, увеличивается количество подобных случаев, и надо сказать, что несмотря на то, что именно вот расстройства тревожного спектра, возникающие в детских возрастах, имеют достаточно схожие диагностические критерии со взрослыми, но именно сепарационная тревога, что в МКБ-10, что в ДСМ, да, они имеют свои специфические критерии и относятся исключительно только к детским и подростковым возрастам. Мы сегодня немножечко о них поговорим. Итак, что же такое расстройство, да, сепарационная тревога, каков основной симптом, который характеризует данное расстройство? В первую очередь он связан с тем, что ребенок испытывает тревогу, которая возникает в первую очередь из-за разлуки с матерью или близким взрослым. Ну, то есть вы видите, да, что здесь явно будет корреляция еще и с уровнем привязанности, и такие, кстати, исследования есть, про них мы тоже поговорим. Также иногда надо сказать, что подобный вид тревожности может возникать с разлучением ребенка с неодушевленными предметами. Мы думаем, да, что это только связано с близкими взрослыми и с матерью. Нет, иногда это бывает связано с разлучением с любимыми игрушками, с знакомым местом, дом, своя комната и прочее. Здесь вот такие критерии очень тонкие, и на это нужно обращать особое внимание. И надо сказать, что в принципе, да, определенный уровень сепарационной тревоги у детей, особенно если мы говорим про младенческие возраста, ранние, дошкольные, в принципе являются нормальными. И в ситуации особенно реального или угрожающего расставания с близким взрослым, да, может возникать вот этот вот уровень определенной тревоги, страха. Но если вот этот уровень тревоги, страха переходит в невротический и более того дезадаптирует ребенка, мы должны уже как бы на это обратить особое внимание. Это может приравниваться уже к тревожному расстройству. И дифференциация нормального уровня тревоги от тревожного расстройства проводится по уровню интенсивности, скажем так, по уровню выраженности, включая такую аномальную стойкость этого явления свыше обычного возрастного периода и более того, да, который начинает сочетаться с значительными проблемами в социальном функционировании. Ребенок не хочет идти в школу, в детский сад отказывается от посещения. Более того, возникают различные психосоматические расстройства. Ну вот в МКБ-10 мы можем наблюдать, да, что тревожное расстройство у детей, вызванное разлукой, называется сепарационная тревожность. То есть больше вот термин сепарационная тревога, она принадлежит все-таки к зарубежным исследованиям. У нас в МКБ-10, да, мы чаще встречаем F93, такой шифр, который обозначается как тревожное расстройство у детей, вызванное разлукой. И говорится о том, что это неуместно или чрезмерное ощущение страха и горя в ситуациях, вызванных разлукой с домом или с объектом эмоционального контакта. нетипичное для ожидаемого уровня развития и возраста, то есть превышающего условно-нормативные показатели. То есть, безусловно, тревога может присутствовать у ребенка при расставании с родителем, но в ситуации тревожного расстройства это нетипичное такое, да, чрезмерное интенсивное проявление тревоги. Опять же, да, страх проявляется в том, что ребенок может потерять близкого взрослого, может потеряться сам, то есть такие страхи он тоже может высказывать. Это страх оставаться в одиночестве без близкого взрослого. Ну и, конечно же, как я уже говорила ранее, с поведенческой точки зрения это отказ от посещения детского сада, школы, возникают проблемы со сном, отказывается, например, спать без близкого, ну и, конечно, могут возникать и ночные кошмары и прочее. Это в том числе дистресс и психосоматические расстройства, я уже об этом говорила, да, то есть мы можем наблюдать не обязательно, например, вот те самые проявления, о которых я сказала ранее, там ребенок не хочет идти в школу, он может косвенно, скажем, вам демонстрировать о том, что он школу посещать не хочет. Или, допустим, если мы говорим про детский сад, да, про дошкольный возраст, он может, например, заболевать перед посещением детского сада, у него могут появляться какие-то психосоматические проявления в виде там боли в животе или чего-то, головных болей напряжения, которые возникают непосредственно перед посещением детского сада, допустим. В ДСМ, да, в ДСМ для постановки диагноза, связанного с сепарационной тревогой, должно присутствовать несколько диагностических критерий. Опять же, тревога должна выходить за пределы, то есть это вот совпадает с МКБ-10, да, ожидаемые для соответствующей стадии развития ребенка, и продолжаться более четырех недель. И возникать в возрасте, опять же, здесь вот так вот указывается, что до 18 лет, и, безусловно, приводить к значительному дистрессу и к нарушению. На самом деле существуют некоторые возрастные такие вот критерии или возрастная динамика в появлении сепарационной тревоги или тревоги, вызванной разлукой со взрослым. В 9-13 месяцев это пик такой вот, скажем, возникновения этого явления, то есть пиковые значения приходятся на возраст от 9 до 13. И в норме к 2-3 годам, когда мы знаем из возрастной психологии в этом возрасте ребенок приближается к кризису трех лет, а это такой, знаете, кризис, который мы называем кризисом «я сам», то есть это кризис сепарации, отделения ребенка от взрослого, он проявляет себя в такой возрастающей самостоятельности, в проявлении воли ребенка, в желании делиться от взрослого. И если мы наблюдаем вот это наличие той самой сепарационной тревоги, которая не позволяет ребенку развиваться в рамках возраста, мы, естественно, видим проявление, нежелание проявлять какие-то самостоятельные действия, сложности поведенческие в том числе. И усиление вот этих симптомов иногда приходится как раз к периоду посещения школы. Безусловно, для ребенка школа – это новая социальная ситуация развития, ребенок попадает в новые условия, это для него тоже некоторый стресс. И, конечно же, здесь мы должны тоже наблюдать за тем, чтобы у ребенка не начались вот эти симптомы. Ну и в подростковом возрасте у третьей детей могут сохраняться подобные симптомы, да, если, опять же, не было психотерапии, то, естественно, эти симптомы будут только ухудшаться. Ну и надо сказать, что последствия вот этой сепарационной тревоги в детских возрастах, они будут проявлять себя в нарушении там социального функционирования уже у взрослых людей, да. И в данном случае часто мы видим, когда люди не могут построить семьи, часто остаются одинокими, либо переживают какие-то конфликтные ситуации в семье. Ну это, кстати, отдельная тема для изучения, потому что, скажем так, да, сепарационная тревога у взрослых сейчас тоже набирает этот интерес, эта тема, и мне кажется, что тоже, ну скажем, имеет место быть, и нужно обязательно это дело, об этом подумать и исследовать. Вот, опять же, надо сказать, что несмотря на то, что сепарационная тревога представлена именно как расстройство детского возраста, да, как я уже сказала, распространенность тревожного расстройства у взрослых, да, среди взрослых составляет 6%, да, и при этом более 70% случаев проявления начинаются именно вот в подростковом возрасте, поэтому для нас это тоже такой вот диагностический критерий. И, опять же, да, плавно переходя к тем самым диагностическим критериям, которые позволяют нам выявить тревожное расстройство у детей, которое вызвано разлукой или по-другому сепарационной тревожностью, что мы здесь можем назвать, на что мы можем обратить внимание? Во-первых, высокий уровень тревоги в ситуации отделения от близких взрослых. Это первый критерий. Тревога не является генерализованной, то есть в данном случае мы говорим о том, что тревога не должна проявляться в каких-то других случаях, это только исключительно вот тревога, вызванная разлукой. Страх ребенка потерять близкого взрослого, потеряться самому, остаться в одиночестве. Отказ от посещения, опять же, кружков, дошкольного учреждения, детского сада, школы. Проблемы со сном, дистресс, психосоматические расстройства, продолжительность тревоги более четырех недель, ну и так далее. То есть в данном случае все вот эти критерии так или иначе я уже называла, и для нас, как для психологов, они являются очень значимыми. Относительно диагностического инструментария. Хочу обратить внимание, что непосредственно диагностики или диагностических методик для изучения сепарационной тревоги в России у нас, можно сказать, и нет как таковых. Все они нуждаются, скажем так, это зарубежные методики. Вы видите сейчас их на слайде, они представлены. Они все нуждаются, безусловно, в том, чтобы быть адаптированными, модифицированными. Мне кажется, что для нас, как для психологов, которые работают в рамках изучения детских возрастов, это такая важная задача для того, чтобы и в нашей стране были данные методики, которые мы можем использовать. Но на самом деле оценку уровня тревожности мы можем провести и с помощью наших отечественных методик. Правда, они не являются такими узкоспециализированными и тех методик, которые были переведены и адаптированы под нашу выборку. Опять же, я не буду их все называть, вы можете их видеть на слайде. И думаю, что со многими из них вы уже сталкивались, они не являются чем-то таким новым для нас. И в завершении своей части выступления я, наверное, хотела бы сказать про два таких исследования, которые мне показались наиболее интересными. Это исследование, которое было достаточно свежее, оно было проведено в 2020 году. Выборка составила 185 детей, там было 87 мальчиков, 98 девочек, 56 лет. Здесь, опять же, вы видите, что проводилось исследование, опрашивались взрослые по анкете Parental Child Attachment для оценки тревоги ребенка. И по шкале сепарационной тревожности, тоже это зарубежная методика, проводился регрессионный анализ, который показал, что более сильная привязанность родителей к детям, как ни странно, связана с более низким уровнем сепарационной тревожности. То есть это про то, что существует, безусловно, связь тревожности, вызванной разлукой, или по-другому, сепарационной тревожности у детей со стилем привязанности у родителей. И опять же, безопасная привязанность, надежная привязанность является в некоторой степени таким гарантом адекватного и низкого, даже я бы сказала, уровня сепарационной тревоги. Это, опять же, исследование вы можете почитать более подробно в нашей статье, поскольку регламент у нас и время ограничено. И еще одно исследование, которое я хотела бы тоже сказать, то есть такой факт о том, как развиваются дети с высоким уровнем сепарационной тревоги, то есть каковы ее последствия. Это тоже достаточно свежее исследование 2017 года. Там, кстати, будет еще много интересных исследований, опять же, исследования, которые связаны с коррекцией, психотерапией, но про них сейчас Мария Вячеславовна расскажет. Это тоже любопытное исследование, которое вы видите на слайде. Там тоже достаточно большая выборка 1298-летних детей. Это были все дети с установленной сепарационной тревожностью в период от полутора лет. Это, я считаю, непросто найти 1290 испытуемых, у которых был официально поставлен вот такой диагноз. Методики были как для детей, так и для родителей использованы. Интервью с родителями для оценки учителя были задействованы, сами дети. Целью оценки физического здоровья, академической успеваемости был такой проведен большой дисперсионный анализ в этом исследовании, то есть хорошая такая добротная статистика, который позволил выявить, что дети с высоким уровнем сепарационной тревожности, которая была установлена еще в младенчестве, это такое, знаете, можно сказать, лонгитюдное исследование. Они были склонны к более высокому уровню интернальности, имели более слабые академические достижения, более высокие показатели по такому симптому, такому заболеванию, как агорофобия, это тоже тревожное расстройство, и имели более слабое физическое здоровье, как правило, это такие соматические расстройства, как головные боли, хроническая астма, там еще были другие физические заболевания. В общем-то, сепарационная тревога не так проста, как в какой-то степени может показаться на первый взгляд. И вот завершая свое выступление, я хочу сказать, что необходимо обучать родителей, необходимо повышать родительскую компетентность, чтобы родители знали, что ребенок в данной ситуации не просто испугался, и на этом можно закрыть глаза, или он идти в школу не хочет, а мы все равно его насильно заставляем. Нужно обратить на это внимание, нужно обращаться к специалистам, нужно правильно взаимодействовать, иначе будем иметь вот такие последствия уже во взрослых возрастах. Мария Вячеславовна, давайте вы перейдете, наверное, к своей части доклада. Если вам будет удобно, я могу вам полистать. Ну, давайте, да, спасибо. Коллеги, а у нас уже закончилось время на этот доклад, а Мария Вячеславовна, вы хотели еще доклад сделать? Ну, у нас двойное выступление, поэтому мы же заявлялись вдвоем, поэтому, может быть, Мария Вячеславовна тогда расскажет про хотя бы методы психотерапии, буквально два слайда завершить. Конечно, мы же не можем так уж на слове прервать. Да, конечно, Виктория, у нас есть время, да, минут пять и еще? Да, да, конечно. Спасибо. Спасибо большое. Остальные исследования уже в статье, а Мария Вячеславовна про методы психотерапии тогда скажет, это очень интересно. Да, давайте тогда пойдем к методам психотерапии, и традиционно для того, чтобы проводить психотерапию с операционной приборкой, выделяется два подхода. Первый подход – это метод недирективной игровой терапии, а второй подход – это, в общем-то, когнитивная поведенческая терапия. Ну, и вот интересно отметить, что Вирджиния Экслайн, одна из ведущих специалистов в игровой терапии, она как раз недирективную игру называла игрой, центрированной у ребенка, и она отмечала, что основная задача игровой терапии – это создать безопасные отношения между ребенком и взрослым и дать возможность ребенку в свободной форме, доступно для него отреагировать какие-то свои переживания, эмоции, которые он по-другому отреагировать не может, поскольку в отличие от взрослых людей он не способен, маленький ребенок, да, он еще не может озвучить свои переживания, проанализировать их, как в беседе, ему это недоступно. Соответственно, ему доступна игра. Ну, и, в общем-то, метод недирективной игровой терапии показывает свою эффективность в достаточно большом количестве исследований. В общем-то, действительно подтверждается, что этот метод снижает уровень тревожных детей и такого генерализованного тревожного расстройства и с операционной эпилоги частица. Второй метод более, скажем так, новый, чем метод недирективной игровой терапии, поскольку это не просто когнитивно-проведенческая терапия, а специальная программа, разработанная в рамках когнитивно-проведенческой терапии. Американский психолог Филипп Эдлл, в общем-то, разработан как раз программу, которая называется «Закопинг-Хэд». Это программа как раз для терапии специально именно сепарационной тревожности. И, в общем-то, конечно, она базируется науке и принципах когнитивно-поведенческой терапии, и она связана с выработкой навыка справляться с тревогой и с последующей тренировкой этого навыка в жизни. Программа эта была разработана приблизительно в 80-е годы, и она включает в себя когнитивную и реструктуризацию, то есть обучение ребенка навыком переоценить ситуацию, найти новый взгляд на ситуацию, сформировать какой-то, может быть, более сложный взгляд, который учитывает и позитивные, и негативные аспекты, ну, в общем-то, чтобы иррациональное мышление ребенка стало более рациональным. Туда же относятся навыки релаксации и постепенное внедрение всего этого в жизнь. И программа Кэндала представляет собой такую рабочую тетрадь, она есть в двух вариантах, для детей с 7 до 13 лет и для более старших детей от 14 до 17 лет, ну, то есть фактически уже до такого юнического возраста. Ну, и, в общем-то, работа осуществляется по этим рабочим тетрадям и навыки затем постепенно переносит под видео. Юлия Андреевна, можно, пожалуйста, слайд переключить? Спасибо. Да, давайте для примера рассмотрим два исследования, которые подтверждают эффективность обоих этих направлений. Первое исследование связано как раз с исследованием недирективной игровой терапии и выборкой для этого исследования явились 20 учащихся начальных классов, у которых был диагностирован как раз высокий уровень соперационной тревожности с помощью шкалы детской тревожности. Затем были проведены с этими детьми 10 сеансов на директивной игровой терапии и уровень соперационной тревожности был после этого снова измерен этой же шкалой, шкалой детской тревожности. Ну, и, в общем-то, было выявлено, что уровень тревожности в контрольной группе, которая не участвовала в этой терапии, не изменился практически. А вот в экспериментальной группе, то есть те дети, которые приняли участие в этих 10 сеансах, у них как раз уровень соперационной тревожности значимой снизился. И авторы приходят к нему, что как раз вот недирективная игровая терапия это такой максимально эффективный способ для снижения тревожности, гармонизации детскровительских отношений. И второе исследование, это как раз исследование эффективности вот этой вот программы The Coping Cat. На самом деле этих исследований тоже присутствует много, но мы остановимся на исследовании, которое проводилось в форме case study. Здесь авторами проводилось исследование девочки и мальчиков, у которых, во-первых, имелось диагностирование расстройства, связанное с разлукой, то есть соперационной тревожности, а во-вторых, у них были еще такие симптомы, как проблемы со сном, страх перед школой и страх расставания с родителями. И, значит, было проведено интервью с родителями и с учителями для того, чтобы отметить все эти симптомы. Только использовались в этом клиническом интервью шкалы, естественно, связанные с соперационной тревожности. Ну и, в общем-то, далее были проведены сеансы именно программы The Coping Cat по протоколу Кэндала, то есть той формы, в которой, в общем-то, эта программа была создана изначально, и в результате симптомы соперационной тревожности было выявлено, что они действительно снизились у обоих детей. То есть у них снизилась тяжесть, частота и сложность этих симптомов. Но интересно отметить, что у девочки как раз программа вот эта была более эффективна, чем у мальчика. Хотя у мальчика тоже эффективна, но у девочки симптомы снизились гораздо более сильнее, чем у мальчика. И, в общем-то, авторы приходят к выводу, что вот эта программа The Coping Cat в принципе более эффективна именно для девочек. Несмотря на то, что их исследование всего включает два испытуемых, но они, тем не менее, делают такой вывод, ой, прошу прощения, такой вывод на, можно сказать, всю выборку. Ну и далее, через месяц после проведения занятий, был проведен еще один замер авторами, и, в общем-то, было выявлено, что вот это вот снижение тяжести и чистоты симптомов сохранилось. То есть терапевтический эффект от программы сохраняется длительное время. Спасибо большое за внимание. Благодарим вас за внимание. Просим прощения, что несколько не уложились в регламент, но вот нас двое, поэтому, наверное, так получилось. Спасибо, коллеги. Если есть какие-то вопросы, мы готовы ответить на них. Спасибо большое. Ждем вопросы. А можно ссылку в чат на эту статью? Да, конечно, Анна, сейчас мы скинем ссылку на статью. Благодарим вас за вопрос. Да, здравствуйте. Меня зовут Алена, и у меня есть вопрос по поводу исследований. Подскажите, пожалуйста, недирективно-игровая терапия, есть ли какие-то ограничения по возрасту у нее? Ну вот в тех исследованиях, в которых мы смотрели, конечно, наиболее эффективна игровая терапия для возрастов, которые относятся к дошкольному, младшему, школьному возрасту. Это такой наиболее синдитивный возраст, где она показывает наибольшую эффективность. Потому что если мы берем все-таки подростковые возраста, там лучше работает психодрама, какие-то психодраматические различные направления. Поэтому здесь, наверное, скорее я так отвечу, что наиболее эффективным будет для дошкольного и младшего школьного возраста. Но я не могу назвать это ограничением, тем не менее, синдитивно использовать именно в этих возрастах. На что указывает и Melanie Klein, и Virginia X-Line, и другие исследователи в рамках недирективной игровой терапии. Большое вам спасибо. Доклад был просто прекрасный. Очень много узнал. Спасибо. Спасибо. Юлия Андреевна, можно вопрос? Конечно, Светлана, пожалуйста. Трушкина Светлана Валерьевна, вот вы упомянули интересные данные о сепарационной тревоге у взрослых. Я не слышала про это, хотя в теме. Вот 6%. Это какая страна, что за исследования, не можете немножко пояснить? Вы знаете, мы смотрели... Спасибо. Да, спасибо большое. Сейчас я немножко себе вернусь к этим данным, потому что прям все так я наизусть не помню, конечно. Мне кажется, что мы смотрели это по американским данным, да, Мария Вячеславовна? Мне кажется, что в Америке они начали сейчас активно изучать именно сепарационную тревогу у взрослых и более того, связывают ее как раз таки с типом привязанности. Поэтому сейчас появляется большое количество различных диагностей, технических инструментов, изучающих тип привязанности уже отсрочено во взрослых возрастах по интервью, по беседе, по оценке прошлого опыта, который был. И вот это вот интересные такие данные. Мы где-то в каком-то из... Я посмотрю вам отдельно, отвечу подробнее, в каком журнале мы это вычитали, но мне кажется, что это были данные американских исследований, потому что именно сейчас у них активно изучается сепарационная тревога у взрослых. Кстати, в сентябре у нас будет интересный, должно быть интересное выступление. Мы как раз хотим за лето немножко подготовиться и будем как раз рассказывать про типы привязанности во взрослых возрастах, про влияние, в общем-то, этой привязанности, ну или связи даже, наверное, с тем, как выстраиваются взаимоотношения уже во взрослых возрастах. Это отношения с дружеского формата, отношения с противоположным полом. И в том числе, Светлана, постараемся включить как раз вот и диагностику сепарационной тревоги у взрослых и вот основные исследования, которые с этим связаны. Так глубоко мы еще вот не включались в это изучение вот именно этого вопроса, но это очень интересно нам видеться. Я могу назвать журнал, я пока все смотрела. Смотреть. Это американский психиатрический журнал, да, и данные довольно не новые, 2006 года. Поэтому в статье как раз там тоже есть, Светлана, ссылка на это, на это исследование. Можно к нему как бы непосредственно обратиться. Хорошо, спасибо. Это интересно, потому что, да, это выбивается немножко. Мы всегда привыкли считать сепарационную тревогу свойственную именно детскому возрасту. Да, так оно и во всех в МКМ. В связи с этим интересно, а у взрослых какие же формы она принимает? Вот формы сепарационной тревоги у детей мы хорошо знаем, а у взрослых это вот... Ну, ладно, спасибо, я поняла. Спасибо. Какой еще раз журнал, Мария Вячеслава? Американский психиатрический журнал. Вот можно посмотреть, что за исследования они там провели. Но мы это вскользь коснулись. В статье статья не совсем, конечно, об этом, безусловно, про детские возраста. Но вопрос, да, интересный и открытый. Спасибо, Светлана, большое за вопрос. Спасибо, Юлия Андреевна. А можно мне немножечко прокомментировать вот про сепарационную тревогу? Это любопытная тема. Вы знаете, до сих пор непонятно, откуда она берется у детей вот в этом возрасте. Так же, как страх незнакомца в 8 месяцев и в 11 месяцев сепарационная тревога. На это обращал внимание еще Джон Болбик, Конрад Лоренс. Они связывали это с тем, что сепарационная тревога проявляется на уровне детенышей и животных. И, например, у обезьяны она связана с тем, что там распространено усыновление подросших детенышей с самками более высокого уровня, поскольку это такая логическая линия интерпретации этого явления. Поэтому целесообразно, чтобы детеныш боялся чего-то усыновляет отставание с матерью. Это для него очень важная ситуация. А что касается изучения и проявления сепарационной тревоги у взрослых, она проявляется в следующем. В боязни в пожилом возрасте оказаться вне дома, в больнице или где-то еще. Напряжение, которое люди испытывают, даже когда они уезжают и на отдых, и расставить с близкими. Да, 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 да. Я причем это, знаете, на это обратила внимание, Наталья Николаевна, спасибо большое. Плоть до собственной, например, бабушки. До какой степени для нее было большим стрессом и огромной тревогой просто переместиться там в том же районе, в том же, ну просто в другое вот место жительства. Покинуть свой дом для нее это было вот... Да, а у детей это поездка в лагерь, и там даже есть такие рекомендации, знаете, такого психоаналитического характера. Взять с собой любимое одеяльце, любимое. Деяльце, да, это как помните? Межонный объект, чтобы сохранить связь. Да, 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 как вот в фильме Межон. Межонным человеком опору, потеря опора. Спасибо огромное, Наталья Николаевна. Спасибо, Наталья Николаевна. И здравствуйте. Здравствуйте. Так, коллеги, все у нас? Да, дорогие коллеги, спасибо большое. Мы переходим к следующему докладу. Спасибо. Спасибо большое. Шиповаленко Ирина Владимировна, предоставляем вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я попрошу включить мою презентацию. Большое спасибо. Я хочу сказать, что мое сообщение, моя статья в некоторой степени добавляет новый аспект, который был уже представлен сегодня выступлением Натальи Николаевны Авдеевой, которая в первую очередь говорила о биологических детерминантах родительства. И нужно сказать, что этот подход, он и исторически является таким первоначальным, но имеет и свои современные продолжения в психофизиологических, нейрофизиологических исследованиях, ну и в целом психологии родительства. В сегодняшнем своем выступлении, которое я обозначила как сравнительный анализ родительской идентичности в отечественной и зарубежной психологии, я бы хотела показать контекст исследования вот этого феномена родительской идентичности в современной науке. поскольку журнал, в котором вот этот тематический номер собран по перинатальной психологии, это журнал в первую очередь ориентированный на то, чтобы познакомить читателей с современными зарубежными исследованиями, я вот в этом выступлении чуть-чуть коснусь того, что осталось за рамками статьи, ну, в силу специфики журнала и представлю вот некоторый такой социальный и научный контекст этой проблемы. Пожалуйста, можно следующий слайд? Ну, вот здесь дана ссылка на статью, а далее, да, собственно, я хотела бы еще дальше, да, обозначить, что вот в центре внимания как статьи, так и сегодняшнего выступления феномен современного родительства, да, я делаю акцент на понятии современного родительства, что связано с тем, что действительно очень существенно в последние десятилетия изменились как условия реализации родительства, условия в самом широком смысле социальные, экономические, ну и психологические, поскольку изменились и представления о родительских функциях, и сами способы и механизмы перехода к вот этому новому социальному и психологическому статусу родителя. опять же Наталья Николаевна сегодня упоминала о том, что сам факт рождения рядом родителей воспринимается как травматический и требует особой психологической поддержки. и это также сопровождается вот появлением научных исследовательских работ и посвященных именно изучению вот этого самого перехода к родительству, вот этого переходного кризисного периода становления родительства. вот спасибо на этом слайде я хотела бы подчеркнуть вот такую социальную общественную актуальность этой проблемы, потому что действительно не только в науке, но именно на уровне обыденного сознания проблема перехода к родительству, к материнству, к отцовству стала осознаваться как проблема. я неоднократно встречала в социальных сетях обсуждение такой ситуации, что женщина становится матерью долгожданного ребенка, это происходит не в юном возрасте, она идет к этому как будто бы целенаправленно и это осознанный шаг, и вдруг оказывается, что она испытывает какие-то переживания, которые могут быть квалифицированы либо как послеродовая депрессия, родительский стресс, когда осознается расхождение от этого идеального образа ребенка, самой ситуации материнства и того, что получилось. Все это усугубляется тем, что современные социальные сети стали таким источником красивых идеализированных картинок, где огромное число как будто бы абсолютно счастливых матерей, семей в окружении таких же счастливых, красивых, чистых и идеальных детей. Мне кажется, что вот таким противостоянием вот этой волне идеализации, которая прокатилась по социальным сетям, стали юмористические такие комиксы о материнстве и семейной жизни. Я вот там привела пару картиночек, пожалуйста, переясните, когда как раз вот в этих комических ситуациях противопоставляется вот этот идеальный образ будущей матери, состоявшейся матери и вот те реалии, с которыми ей предстоит столкнуться. то есть в самом вот таком общественном сознании уже происходят поиски некоторого такого выхода, некоторого противоядия против вот этой идеализации. Ну, это, так сказать, к вопросу о социальной, общественной актуальности этой проблемы, а именно понимание того, что значит стать матерью, что значит стать родителем, какие позитивные изменения и какие трудности, проблемы это с собой несет. Пожалуйста, следующий слайд, ну, это вот еще одна, один пример книги «Горе-мать. Семейная история. В картинках», где также вот обозначены обсуждаемые проблемные ситуации. Дальше, пожалуйста. Я хотела бы для начала подчеркнуть, что в российской психологии родительства разработано достаточно большое число понятий и подходов, которые используются для анализа, для интерпретации и для выстраивания исследований. И мы можем выделить самые значимые, самые полезные, накопившись за последние два-три десятилетия. Это, во-первых, понимание материнства как процесса изменения смысловой сферы женщины. я не буду называть авторов, вы видите их на слайде и в общем они достаточно хорошо известны в российской психологии. Далее родительская позиция как характеристика личности родителя, родительская позиция, что создает проявление его эмоционального отношения, создает стиль общения с ребенком и способы поведения с ним. Родительская сфера, смысловое переживание материнства, новообразование в сфере самосознания женщин. Да, это вот такой большой цикл работ Галины Григорьевны Филипповой, которая рассматривает стили переживания беременности и становящуюся материнскую идентичность в период беременности. Дальше. Довольно существенный вклад был внесен Еленой Игорьевной Захаровой циклом работ по принятию материнской родительской позиции по рассмотрению материнства как сферы самореализации личности. Большое внимание было уделено понятию психологической готовности к материнству и ее становлению. Также вот в работах Дали Николаевны Авдеевой, Славы Юрьевны Мещеряковой также рассматривается это понятие психологической готовности к материнству. То есть мы в нашей отечественной российской психологии видим достаточно широкий спектр категорий, которые помогают нам анализировать вот эту проблематику становления родительства и становления родительской идентичности. Дальше. Понятно, что существуют определенные трудности в становлении идентичности и тогда мы можем говорить о девиантных формах материнства, о разнообразных ценностных конфликтах, внутренних, внутриличностных конфликтах родителя, о конфликтах в сфере реализации разных видов деятельности, конфликты между родительской и профессиональной деятельностью, между родительской деятельностью и автономностью матери и так далее. Вплоть до такого явления, которое также имеет основу в ценностно-мотивационной сфере, как осознанный отказ от материнства или так называемое явление чайльфри. Дальше. Что касается зарубежных исследований родительства. Мы можем выделить ряд этапов. И я хотела бы обратить на это внимание, что если начало было связано, относится к началу 20 века, 20-е годы, когда именно через анализ детских переживаний появляется интерес к отношениям с матерью, с родителями, но при этом как раз личность матери выступает как элемент этой связи, природной, биологической связи с младенцем. И до середины 20 века вот эти принципы биологической детерминации, когда материнство рассматривается прежде всего как природно предопределенная репродуктивная функция жизни, женщины эти принципы доминируют. Но постепенно, начиная с 60-х годов, и это не только явление научного характера, но я бы сказала, что именно в контексте такого социального движения как феминизм возникает тенденция к анализу материнства именно уже как социального феномена. И вот с 80-х годов уже мы наблюдаем рост интереса к переживаниям именно самой матери, интерес к ее представлениям о себе и к все большему обращению к понятию материнская идентичность. Если говорить о последних каких-то тенденциях в этой области, то это расширение сферы родительской идентичности, исследования родительской идентичности и появление выраженного научного интереса к такому новому социальному феномену, как вовлеченный отец, ну и вообще изменение представлений об отцовстве и соответственно появление понятия отцовской идентичности, как тоже такого исследуемого феномена. Далее, ну вот мы также можем обратить внимание на то, что используются такие понятия, как материнство, материнская сфера, социальная роль матери, поскольку подходы к исследованию феномена материнства существуют довольно разные, доминирует, пожалуй, подход социально-ролевой и вот подход, связанный с изучением социальной идентичности, материнской родительской идентичности. Да, пожалуйста. Таким примером перехода к исследованию психологической составляющей материнской идентичности, рассмотрению материнства прежде всего как психологической и духовной проблемы может быть монография 20-го года издания «Экзистенциальный кризис материнства», написанная практическим психологом, психологом-консультантом из Великобритании Клэр Арнольд Бейкер. Здесь вот такой уже акцент в полной мере, когда материнство целиком и полностью рассматривается именно с точки зрения психологических факторов. Далее. У нас темно подходит. Да, я уже заканчиваю. Я хочу сказать, что довольно много эмпирических работ сейчас осуществляется по родительству и там есть, понимаются и такие узкие, специфические вопросы и более широкие проблемы. Я не буду пересказывать статью, в статье они представлены довольно широко со ссылками, кого интересует, может ознакомиться. Я только хотела сказать, пожалуйста перелесните, что более подробно рассмотрены две такие основные проблемы, особенно активно обсуждаемые и внутри этого обсуждения появляются новые какие-то аспекты, новые понятия. Интересно, я думаю, читателю будет познакомиться, какие методы используют наши зарубежные коллеги, логику рассмотрения этих проблем они используют и какие результаты получают. Это вот две такие проблемы. Связь именно родительстве трудовой деятельности, то есть переход к статусу и идентичности работающей матери или работающего отца, где происходит соединение этих двух аспектов и связь родительства и психологического благополучия личности. Вот там на следующем слайде я указываю наиболее интересные аспекты, которые могут привлечь внимание читателей, как мне кажется. спасибо большое, благодарю за внимание. Спасибо большое. Пожалуйста, если есть вопросы, задавайте Ирине Владимировне, пожалуйста. Раду Конфман, Брук, Эшли, предоставляем слово, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Спасибо, Ирина Владимировна. Сейчас я открою презентацию. Так получилось, что мне назначили командировку и у меня Сапсан в Питер через час. У меня 15 минут, но я думаю, я спокойно успею просто, чтобы сказать, что к сожалению, так сложилось. сейчас вам видно? Да, все хорошо. Хорошо. Я попробую коротко, но также поделиться самыми главными моментами. Название статьи «Новые открытия концепции вопросов в поиске понимания влияния отцов на развитие детей». Я взяла период ранное и среднее детство, и я фокусировала именно на эти периоды. Хочу сначала выделить главные тенденции в исследовании влияния отцов на развитие детей за последние 20 лет. Ну и где-то 30 у меня получится. Какие изменения мы видим? Во-первых, количество исследований и объем литературы об отсутствии растут просто в геометрической прогрессии. Поэтому нужно было фокусировать на один элемент, потому что сфера просто огромная, особенно в последнее время, очень много литературы. Важность роли, которую отцы играют в развитии своих детей, получила уже широкое признание. Если, ну они долго этого добились, но уже за последние 20 лет можно точно сказать, что уже все ученые и другие социальные сферы, все принимают вот эту позицию. Это не только в США или там в Европе, это в принципе и сейчас, как я потом скажу, по всему миру. Научное понимание многоаспектности отцовства также растет, и я чуть больше это раскрою. Ученые выявляют новые теоретические модели для более точного измерения и оценки влияния отцов. Чуть-чуть поделюсь о том, где они в этом процессе. Открывается новое направление исследования отцовства и меняется облик отцовства. И хочу как раз начать с нового облика отцовства, так как отцы, то есть объекты исследования, они тоже меняются. Мы видим, но это только несколько сфер, но выделил тех, которые имеют значение для развития детей. Изменение обязанностей отцов в семье, то есть каким образом они, какие роли они играют в семье. Рост участия отцов в школе на жизнь детей, потом скажу, почему это важно. И увеличение количества временной, которое отцы проводят с детьми после расхода. Также появляется интересная статистика по поводу этого. Я коротко пройду по этим пунктам. Мы видели, что в США за 20-30 лет действительно видим изменения по всем данным в том, как отцы взаимодействуют с своими детьми дома, какие роли они играют и какие обязанности у них есть. И также последнее, я удивилась на то, сколько сейчас исследования проводят в других странах, и не только в западных странах, но также в Китае, в Индии, в Южной Америке, везде сейчас изучают роль отцы, как они видят себя, их ценности, и как они, соответственно, с этим взаимодействуют со своими детьми. И везде видим изменения, что реальная возлеченность отцов сейчас растут. Это связано с их пониманием о том, кто они, и также социальной ценностями. Также связано с этим мы видим, участвуют отцы в школе жизни детей, растет. Здесь мы видим в каждой сфере, за последние 10 лет, это в США, мы видим, что все больше и больше отцов участвуют, вовлечены в жизнь, в школную жизнь своих детей. Это тоже очень интересная сфера, которую вот сейчас начали больше изучать. В США сейчас стабильность большой численности детей, не живущихся своими биологическими отцами, сохраняется. Но в последнее время штаты начали применять варианты, то есть предлагать родителям при разводе варианты совместной юридической опеки и совместной физической опеки. Это когда, второе, это когда ребенок живет, скажем, родителям как минимум 35% времени. И благодаря этому мы видим, что по данным некоторых штатов, общая опека отцов над ребенком значительно увеличивается. То есть ребенок живет больше со своим отцом, чем раньше, даже после развода. Мы понимаем, что действительно, особенно связано с новыми исследованиями, что у отцовства отцы влияют на своих детей не только, как раньше считалось, тем, что они являются кормильцами и обеспечивают финансово своих семьях. Но их влияние на детей намного более, ну, многогранное. И связанно с этим, сейчас также создают, пытаются создавать новые теоретические модели, которые это отражают. Хочу сейчас, чтобы показать эту многогранность, хочу взять в качестве пример, это Майкл Лэн, профессор Кембриджского университета, создал такой сценариум, чтобы показать многогранность влияния отцов на своих детей. Он написал то, что может происходить в процессе развода, чтобы показать все сферы, на которые отцы влияют. Родители, как мы знаем, помогают друг другу по уходу за ребенком, участвуют в принятии трудных решений и берут на себя ответственность, когда одному из них тяжело. А после развода, при отсутствии одного из родителей, потребности детей могут не удовлетворяться и удовлетворяться не полностью из-за новой семейной структуры и меньшего количества родительских ресурсов. Экономический стресс также может сопровождать развод. Средние доходы одиноких матерей, как правило, значительно ниже, чем в любой другой группе семьи. Дополнение к экономическим трудностям определенная степень социальной изоляции после развода может взявить эмоциональный стресс. Существуют, конечно, также супружеские конфликты и их последствия до и после развода, которые могут оказать влияние на детей. И, наконец, не менее важно, что дети после развода страдают от предполагаемой и частей фактического отказа одного из родителей от контакта с ними. Мы видим здесь, что у отца различные роли на самом деле. Он и физически рядом, и он также оказывает поддержку жене в ее родительских ролях, и он также косвенно поддерживает своего ребенка разными способами. Учитывая вот этот многогранный характер влияния отца на детей, ученые все чаще признавали необходимость теории для руководства в исследовании отцовства. Теория, которая бы ответила на вопрос, что нужно мерить в определении характера влияния отцовства. И ученые указали необходимость комплексового методологического подхода, который отражает экологическую систему развития. Нет у них пока консенсуса среди них относительно подходящей теории или как лучше измерить вовлеченность отца, но я хочу рассмотреть несколько вариантов. Первое, одна из значительных привод, это публикация ПЛЕК. Он утверждал, что текущие исследования не подтверждает идею о том, что больше времени проводимое с отцами и с детьми обязательно связано с лучшими результатами для развития детей. Он сделал акцент на то, что очень важно именно качество взаимодействия в отношении с детьми. И он получал следующих пятых компонентов участия отца в своей теории. Позитивное взаимодействие, теплота и ответственность, контроль, косвенная социальная методическая забота, то есть действия, которые родители выполняют для ребенка, но не с ребенком, и ответственность за процесс, то есть обеспечение удовлетворения потребностей ребенка, но при этом не обязательно быть тем, кто непосредственно удовлетворяет потребностей ребенка. Это одна из этих теорий, которая пытается охватить полностью все сферы, на которые отцы влияют. Есть еще несколько теорий, которые я просто напомню, о них не пройдем, это просто для информации, которые использовались в последние 10 лет, чтобы изучать эту сферу социальный капитал, теории идентичности и теории семейных систем. В то время как некоторые ученые сосредоточены на поиске теоретических моделей для тех информаций, которые мы уже имеем, другие открывают новые аспекты для анетсовства на развитие ребенка. Я включила сюда несколько только моментов, сейчас думаю, да, я думаю успею, но я быстренько пройдем по них. Они очень интересны и некоторые из них пока изучаются, то есть они не полностью раскрыты и не полностью доказали, но некоторые из них очень важны. Я думаю, для будущего будет. Первое, это новый взгляд на привязанность. Простите, я не включила имя этого ученого. Это Дэниэл Пакет, канадский профессор, который опирался на теорию привязанности, чтобы утверждать, что отношение привязанности детей к матерям служит в первую очередь функцией безопасной, ввещающей для детей, в то время как отношение привязанности детей к отцам служит функцией базовой, то есть способствует исследованию детьми окружающей среды и, следовательно, социальным компетенциям, которые развиваются в результате предпределения трудностей и взаимодействия с миром за пределами семьи. То есть он разделил роли и он в связи с этим, чтобы тестировать вот тестировать такую позицию, он разработал новую оценку по названию рискованная ситуация в качестве атернативной процедуры странной ситуации со целых лучшего отражения предполагаемых уникальных аспектов связей между отцом и ребенком. Они наши тестировать, чтобы понимать, отражает ли на самом деле лианность отношения ребенка с отцом. Я вот дальше пройду, чтобы успеть. В этот период возрос интерес к аспектам взаимодействия отца и ребенка, на которых отцы могут специализироваться и которые особенно важны для развития детей. И некоторые из них это как раз некоторые исследования как раз сосредоточили на конкретном аспекте игры отцов со своими детьми. Это склонность отцов участвовать в физически активных играх по-английски rough and tumble play RTP. RTP определяется, можно определить, как физически энергичное поведение, такое как погоня и игровые бои, бои, которые сопровождаются положительными эмоциями и позитивными чувствами между игроками. И они проводили исследования влияния на детей таких игр. В одном из анализа в 2017 году обнаружили умеренно положительный связь между RTP отцов и социальной компетентностью детей. В других проектах для определения качества RTP отцов детьми сообщали, что более высокое качество RTP отцов было связано с более низким уровнем поведенческих трудностей, о которых сообщают родители. И также качество RTP между отцом и ребенком было негативно связано с агроксивным поведением детей в одном исследовании городских китайских семей. И последняя сфера в дополнение к социальному эмоциональному развитию. В последние десятилетия ученые также сосредоточились на том, насколько отцы влияют на когнитивное развитие своих детей. Есть сейчас на самом деле да, есть большой фокус, но я находила очень много исследований связанных с этим. В одном анализе писали, что исследование выявляет положительную связь между участием отца и когнитивными навыками детей в раннем и среднем детстве. И здесь, что касается прямых моделей влияния, то многие исследования показали, что участие отца в школной жизни ребенка положительно и напрямую связано с чтением детей, математикой и отношением к обучению. И последнее, развитие речи. Это пока изучается, возможно, здесь культурные моменты тоже влияют, но мне было интересно, что на самом деле изучают эту сферу достаточно усиленно. И были выводы, что речь, которая инсценирует разговор, например, вопросы о разъяснении, вопросы кто, что, когда, где и почему, по некоторым данным, чаще используются отца, мать и материалы. И, конечно, такая форма общения способствует развитию речи у маленьких детей. В итоге исследования показывают, что роль отцов в развитии своих детей не так одномерно, как мы раньше считали. Развитие научного знания в этой сфере выявили множество вариантов непосредственно участвовать в развитии своего ребенка, а также его косвенный уклад в создание необходимых условий для роста. Можно ли достичь консенсуса между учеными относительно оверсальной концепции отцовства и еще предстоит выяснить. Но во свете выводов о значимости учета динамики семьи в определенные результаты в развитии ребенка, возможно, консенсус не потребуется. И я объясню, что я имею в виду. С этой мыслью хочу закончить. Мы видели, да, настолько важна семейная система для развития ребенка. Поэтому хочу оставить вам одну цитату для размышления. Это от двух профессоров в их обзоре литературы об отцовстве в 2020 году. Хотя исследования, посвященные только отцам, останутся необходимыми и важными, как и исследования, посвященные только матерям, исследования, включающие матерей, отцов и детей, позволяют применять теоретические методы семейной системы и анализы данных. Более последовательное внедрение системных подходов обещает обеспечить более глубокое понимание родительских истинных отношений и более эффективное применение этих знаний. То есть, изучение не только ее частей, но и системы в целом поможет нам лучше понимать, что способствует родить ребенка и как можно поддержать эти процессы. Спасибо за ваше внимание. Спасибо большое. Надеюсь, у нашей аудитории есть вопросы. Пожалуйста, коллеги. Я так понимаю, пока воздерживается, поэтому вам спасибо большое. Очень хорошие дела. Было интересно. Спасибо. Удачной поездки. Удачного пути. Спасибо. Благодарю. Спасибо. Мы переходим к следующему докладу. Его представляется Галакова Ольга Анатольевна. Статья отходит от тематики перинатальной психологии, но и посвящена поведению связанной с суицидом. Поэтому этот доклад к нему может быть особый интерес и мы его представляем. Приглашаем спикеров. Спасибо. Если можно, включите, пожалуйста, презентацию. Спасибо. Благодарим. Уважаемые коллеги, благодарим вас за интерес проявленный к работе нашего авторского коллектива, выполненный при поддержке Российского научного фонда. И следует, наверное, отметить, что вот понятие руминации, которое обозначено в теме статьи. Оно для зарубежной психологии, наверное, существует уже около 30 лет и связано с известной исследовательницей Нолинхоэксомой. А в российской психологии понятие руминации, по нашим наблюдениям, оно только входит в оборот. Первые публикации появились около 10 лет назад, а активные исследования данного феномена было начато где-то 5-7 лет назад. Были уже переведены опросники на исследование руминации, осмысленные руминации как трансдиагностический конструкт при понимании ряда психических расстройств. Но и на самом деле оказалось важно, что руминации играют значимую роль в поддержании суицидального поведения. Поэтому фокус внимания последнее время при исследовании суицидального поведения смещается с внешних условий и факторов, причин, провоцирующих суицидальное поведение, на какие-то внутренние психологические процессы, которые происходят с человеком в этом моменте. Как раз руминации как повторяющиеся мышления, повторяющиеся типы размышлений, они и стали предметом нашего внимания. Если можно, следующий слайд. руминации рассматриваются традиционно как поддерживающий, провоцирующий фактор целого ряда симптомов отдельных психических расстройств, не всегда доходящих до уровня психического расстройства, но отдельных симптомов. Чаще всего это депрессия, тревога, социальная тревога, и в настоящий момент рассматривается и как фактор поддержания и провокации психопатологических тяжелых симптомов, таких как голоса, бред, то есть уже симптомов психотических расстройств. Что касается суицидального поведения, то история психологии шла в направлении попыток предсказать, построить какую-то модель, найти какую-то взаимосвязь параметров, которая могла бы действительно помочь предсказать вот это трагическое поведение, которое всегда хочется предотвратить. В этом процессе были разработаны ведущие зарубежные модели, которые сейчас являются наиболее популярными и цитируемыми. Эти модели это интерперсональная теория Джойнера, интегративная мотивационно-волевая модель у Конора и трехшаговая модель Клонски. Эти модели, несмотря на свою разработанность и отчасти прогностическую значимость, тем не менее больше фокусируются действительно на содержательных аспектах. Если американский ученый Джойнер больше фокусировал свое внимание на том, как человек переходит вот эту фазовую перестройку, осуществляет между желанием уйти из жизни, то есть, собственно говоря, настроенностью суицидальной и, собственно, к поведению уже к тому, чтобы совершить суицид. Здесь Джойнер подчеркивает интерперсональный контекст в противовес более ранним теориям, где значимую роль играли какие-то внутриличностные конфликты. И очень важно, что желание умереть было отмечено ученым как возникающее на фоне ряда социально-психологических факторов. Это воспринимаемая обременность себя, как бремени для окружающих и низкая социальная принадлежность, связанность группе. То есть, здесь тоже очень важный интерперсональный контекст, который был обозначен, но в качестве такого содержательного фактора. И переход уже осуществляется на фоне присоединяющейся к этим факторам способности либо наносить себе самоповреждения, формируемой толерантности, такой вот сенсибилизации к риску боли и готовность действовать. Английский ученый О'Коннер, он представил интегративную мотивационно-волевую модель и здесь уже сосредоточился не столько на намерении или желании совершить самоубийство, сколько уже на, собственно, формировании суицидального поведения, поведения как такового. Здесь поведение рассматривается как результирующие ряда параметров, то есть выделяются фазы эволюционного поведения, домотивационное, мотивационное и живолевое, то есть как человек от уязвимости некоторой переходит через роль модераторов к попыткам суицида, то есть самоубийство здесь рассматривается как вариант выхода из ловушки, переживания, ощущения загнанности в угол и разрешения вот такой неразрешенной задачи. Да, вот у Конора очень важное понятие вот нахождение в ловушке нами сейчас адаптируется специальный опросник, который как раз позволяет измерить вот это чувство захваченности в определенную клетку и сам по себе суицид это определенные возможности вырваться из нее. Да, это очень важный тоже параметр, который здесь был обозначен, но он все-таки был осмыслен как некий статичный факт, некий статичный промежуток времени и возможно, что привнесение каких-то более динамических характеристик, психологических феноменов в осмысление этой ловушки позволит добавить прогностичности данной модели. А канадский исследователь Клонский это третья ведущая модель он уже разрабатывает трехшаговую теорию самоубийства то есть во всех моделях так или иначе обозначается некая фазность некая перестройка как человек и как человек принимает решение в конечном итоге уже о суицидальных действиях предпринимает решение об уходе из жизни как это происходит то есть так или иначе какие-то зачатки динамики фазовых перестроек здесь уже обозначаются Клонский сосредоточился на понятии боли переживания такой психологической психической боли и собственно говоря тоже подчеркивал связь фактор связи человека с окружающим миром социальным контекстом что в общем-то пересекается с первой моделью Джойнера и соответственно тоже здесь очень важны размышления о самоубийстве и соответственно переживание боли как ни странно является в молодежной выборке в выборке суицидентов среди молодежи в общем одной из таких важных прогностических факторов однако обозначены вот эти ведущие модели которые также представлены в статье они все же с нашей точки зрения сконцентрированы в большей степени на таких содержательно-анатомических можно сказать аспектах контекста в котором человек находится и все-таки несколько игнорируются динамические системно-динамические как раз параметры то есть собственно говоря что легче всего диагностировать в самоотчетах в методиках это то что переживает сейчас человек как он себя чувствует психическую боль связанность с окружающим и так далее а как возникает переход к решению о своем убийстве есть много людей которые испытывают психическую боль и которые чувствуют свою обремененность но они не совершают суцид в чем разница между вот этими двумя группами и возможно что ответ на этот вопрос дает как раз метакогнитивные теории и метакогнитивные процессы о которых в самом начале сказал Дмитрий Владимирович то есть это руминативное мышление негативное повторяющееся мышление негатив репетитив негатив финки и в этом смысле руминации действительно стали рассматривать как один из факторов либо последующих либо таких вот системно-динамических сопровождающих все вот эти вот процессы обозначены риска для целого ряда психической патологии начиная от депрессивных тревожных расстройств эффективного спектра и заканчивая расстройствами психотического спектра о чем в частности вот уже наш грант то есть дело не в контенте даже не столько в негативном контенте того что думает человек там брошенным связанным загнанным в угол не включенным в социальную группу сколько то что он от этих мыслей и переживаний не может переключиться ни в какой другой момент может вовлечься отвлечься и включиться в иные виды какой-то активности он все время находится в этих переживаниях и вот в понятии руминации именно важен этот аспект именно повторяемости да потому что это чем это отличалось например от негативных автоматических мыслей в общем от других там интрузивных феноменов именно в том что они повторяются и все все психические процессы внимания если говорить так они концентрируются только на определенных темах то есть вот за счет этой метакогнитивной сконцентрированности за счет повторяемости и происходит то что человеку становится легче принять это суицидальное решение ну и может наверное следующий слайд и отсюда становится важным понять уже почему руминация обращение к руминации вот здесь мы видим как раз автора Нолину Хоэксиму которая впервые обратила внимание на этот процесс при исследовании депрессивных нарушений и было два этапа в начале 90-х годов проведено и затем в 2003 году им было пересмотрено понятие руминации был включен аспект брудинга было важно отличить специфику собственно депрессивных переживаний от переживаний руминативных и вот именно повторяемость она ну как бы и дает вот это ощущение ловушки и начало восприятия того что суицидальное решение во многом является единственным выходом оказывается что дело не столько в содержании убеждений сколько отчасти в их устойчивости и ригидности и как раз руминативные процессы делают определенные убеждения очень устойчивыми отсюда конечно становится понятна идея о методах психологического вмешательства что как раз вмешательства при суицидальном поведении должны быть направлены именно на эти метакогнитивные процессы внимания в частности руминации поддерживающие вот погружение человека вот в этот цикл переживания и очень важно в этом контексте вмешательства понимать что почему такой дистресс вторично вызывает сам процесс руминации брудинга вот собственно говоря такого постоянного непереключаемого циклического воспроизведения такого самореферентного психического процесса который человек помимо своей воли он не может остановить более того чем сильнее он применяет попытки блокировать эти переживания остановить этот поток размышлений тем он естественно становится только сильнее и все более устойчивым все более ригидным и из вот этих моментов которые могут быть важны уже при вмешательстве потекает то что современные ученые начали изучать руминации с точки зрения возможных подтипов то есть если контент не важен он может быть разным но в любом случае он какой-то неприятный связанный с дистрессом у человека с невозможностью прервать этот цикл размышлений начали формировать типологические концепции потому что все-таки само по себе руминирование и такое переосмысление того что произошло или происходит с человеком это в общем-то нормальный процесс и он сам по себе не определяет никакую патологию и вот эти типологии они стали подчеркивать то что есть действительно возможно есть действительно потому что все гипотетические пока модели нормативные какие-то процессы в среде руминациях а есть все-таки патологические да и вот может следующий слайд и стало выделено что отчасти есть важно отличать процессы в работе например с клиентами пациентами процессы переосмысления и рефлексии да то что произошло от процессов зацикливания и как раз вот направление если говорить направление вмешательства это может быть переход от руминации к рефлексию при всей близости при всей казалось бы похожести этих процессов для пациентов это на самом деле важно показывать что это разные вещи да то есть например руминации рефлексии более неоднозначные руминации по сравнению с руминациями брудинга которые четко ассоциируются с всевозможной психопатологией и даже такой психопатологический феномен как голоса при психотических расстройствах он тоже связан с вот этой невозможностью часто переключиться с тех с того какого-то социального стресса который когда-то возможно произошел причем давность этой ситуации может быть разной как недавний так и достаточно находящийся в глубоком прошлом тем не менее голоса у пациентов с психозом очень часто носят характеры социального унижения и каких-то неприятных высказываний в отношении личности внешности самого человека что говорит в общем-то об их психологической понятности и как раз при разговоре с такими пациентами они отмечают что они не могут буквально переключиться они пытаются остановить эти процессы что в общем-то психологические способы такие вот интуитивные стихийные способы в такой относительной норме при депрессии при психозе они являются общими для людей однако стихийные способы попытки справиться с этими руминациями к сожалению неэффективны как правило вот эта блокировка попытка остановить приводят лишь к закреплению этих руминаций в этом опасность может быть суицидогенная опасность вот этих процессуально-динамических характеристик ну и также заканчивая наше выступление хотелось бы сказать что в статье представлена уже связь суицидального поведения руминации и такого важного феномена который является внешним предиктором вот не условия не причина но один из факторов цепи формирования суицидального поведения как инсомния и такого важного в наших исследованиях феномена как социальная тревога социальное тревожное расстройство спасибо коллеги может быть есть вопросы да и вот здесь в этом аспекте завершение спасибо Ольга Антольевна важно отметить что когда мы часто например говорим а вот там голоса пациенту что-то сказали да и вот мы это воспринимаем как такую некую такую совершенно пугающую информацию то ну вот современные исследования и вот современный такой тонкий анализ происходящих вот психологических процессов вот этого сама референтного мышления готовности в них разбираться они вот являются таким важным инструментом психологического понимания понимания психологических процессов происходящих при сложных расстройствах они дают основу для психолога для того чтобы больше валидировать переживания пациента то есть вот понимать и давать ему такое понимание что психолог на самом деле понимает то что с пациентом происходит что вот эта играющая пластинка это невозможность переключиться эти звучащие звучащие мысли и слова от которых иногда кажется что только один есть способ избавиться вот уже это понимание дает возможность для терапевтических шагов трансформации руминации более конструктивной рефлексии переосмысления ну и конечно вот описанные в статье там навыки переключения и тренинга внимания здесь оказываются полезными коллеги спасибо вопросы может быть может быть еще несколько слайдов еще в статье важный аспект отмечен что для наших исследований всегда важно подчеркнуть взаимосвязь зарубежной психологии отечественной психологической традиции да вот здесь как раз это видно приведены взаимосвязи с исследованиями Айны Григорьевны Амбрумовой и в целом культурно деятельностного подхода в чем там есть возможности соотнесения в этих исследованиях спасибо спасибо уважаемые коллеги в контексте вот темы журнала понятное дело что навязчивые циклические процессы и даже психотические соответственно симптомы они не чужды женщинам да вот в послеродовой период то есть эта проблематика она просто более широкая и возможно как раз вот исследования от послеродовых депрессий эмоциональных состояний вот возможности этих навязчивых мыслей об убийстве себя об убийстве ребенка о возможности нанести ему вред это как раз соединение тематики руминации темы перинатальной психологии спасибо большое коллеги ждем вопросы тема очень интересная и как раз вот этот акцент на связи с перинатальной психологией мне кажется он значен не подскажете статья в открытом доступе как и все статьи журнала спасибо благодарим в данном выпуске там последняя наша статья в этом выпуске сама можно я два слова еще добавлю действительно мы планировали этот журнал дать статью о материнской депрессии а вот ваше замечание относительно того что руминация очень свойственна этому состоянию действительно это классический сюжет в литературе вот на эту тему боязнь причинить боль или какой-то вред ребенку и боязнь не справиться с материнством мысли о том что я зря за это взялся очень характерно для современных родителей и конечно тоже есть такая линия как профилактика возникновения подобных состояний ну вот а что касается параллели с российской традицией то только на поступах к решению этих вопросов потому что мы не очень можем даже решить вопрос о том что вот эта самая материнская депрессия она вообще-то входит в МКБ теперь уже 11 или нет а к ней относиться нашей матери привыкли считать что всегда было тяжело и плохо и поэтому вот продолжение как-то с этой тематики в этом направлении было бы чрезвычайно полезно согласно с вами согласно спасибо у нас как раз была пациентка у которой были навязчивые руминации связанные с такими депрессивными симптомами потому что она может причинить вред и вот этот страх этих действий он только закреплял вот этот цикл попытка остановить эти мысли и так далее то есть вот эти цикличность она опасна тем что стихийно собственными усилиями волей можно только усилить но не остановить но и страх в этом признаться да потому что даже об этом кому-то рассказать что об этих ужасных мыслях да это тоже может ограничивать от получения помощи но сами понимаете психологов эти моменты при обращении тоже могут пугать и вот здесь и вот попытка обращения вызывать такое взаимное отражение поэтому как раз вот знакомство психологов вот с этими понятиями с возможностью работы с ними представляется актуально так как дает поддержку неготовность вот окружения они же в первую очередь не к психологам да к своему ближайшему окружению за поддержкой обращаются вот эти стигматизирующие вещи мать ты должна вот мы там всем тяжело то есть вот это вот играет свою негативную такую стигматизирующую роль которая только усугубляет вот ощущение своей несостоятельности и замыкает да ну вот видите здесь в современной зарубежной психологии вот я тоже касалась этой темы да вот того что рождение ребенка стрессовое событие и там даже иногда травматичное понимаете надо ликализовать возможности вот этих негативных переживаний в форме оборот должно быть введено понимание того что такое может быть может быть и что тогда с этим делать как обращаться и какая профилактика вот еще эта линия очень важна понимаете все время от родителей требовали и требовали и теперь радость стали относиться как к людям которые переживают страдают устают выгорают там стресс у них и все прочее на всех этапах начиная с перинатального периода это тоже важная линия изменения такой вот культурных эталонов в этой области да совершенно согласна это очень важная проблематика и в клинике она часто встречается ее как-то стараются заглушить и оставить за закрытыми дверьми а тема очень актуальна и важна и очень эпидемиологически распространения да можно было даже с какого-то сайта начать такого психологического где началась потихонечку эта работа потому что на уровне таких вот проектов серьезных это конечно бюрократическое попадет какое-нибудь пространство и не будет спасибо за рекомендацию коллеги можно по поводу последнего доклада соображений просто не вопрос терминологическое оформление всего термин руминации я когда увидела его в заголовке доклада я была очень удивлена потому что я так человек работающий в психиатрии уже много лет там есть термин руминации который означает совершенно иное и это в МКБ-10 это постоянное пережевывание безглотание это нарушение пищевого поведения у детей и я думаю что надо сколь скоро вы этим же термином пользуетесь надо начинать с определения понятия четкого и даже вот я поняла о чем идет речь в докладе да конечно но я не поняла это это руминация это мысли это переживание это эмоциональные реакции это поведение может быть вот что это в какой категории относится это понятие спасибо это вот наверное типичный для в том числе психиатрии путь формирования понятий потому что очень часто вот сами психиатрические понятия они переносились вот как с физиологических аналогий то есть например как закупорка мыслей да или там например лагерея там там соответственно понос мысли и вот здесь видимо вот эта пищевая метафора это на самом деле присутствует этот феномен что как раз как раз кстати для младенцев да как раз кстати для младенцев это вот срыгивание и потом повторное пережевывание ну а вот классической психиатрии вот для нашей известной это понятие умственной жвачки да которая определялась чаще всего как симптоматика характерное для невроза навязчивых состояний и для некоторых форм шизофрении но как раз зарубежная психология это понятие вот около 30 лет назад было переосмыслено вот к нему было ну добавлено вот это вот психологическое содержание но и оно вот постепенно я думаю начало входить в наш оборот без перевода но как мы постепенно привыкли вот к словам ментизм или там шпирунг или прокрестинация так я думаю вот постепенно вот это слово начнет входить в оборот именно перфекционизм то же самое да поэтому здесь с одной стороны не случайность вот физиологических метафор связанных с пищеварительной системой для описания да для описания динамических процессов вот этих повторов и в общем я думаю оно встраивается вот в такую историю психиатрии спасибо вам за это вот замечание что была возможность обсудить этот контекст ну а в современной науке это метакогнитивный феномен который как раз знаменует переход от важности акцента внимания на содержание мысли содержание мысли на вот мысли о мыслях реакции на мыслительные процессы которые происходят и системно-динамические характеристики этого процесса спасибо за терминологическое уточнение спасибо можно еще еще два слова если позволите да конечно вы вот эту руминацию вы ее относите все-таки к психиатрической сфере или психологической это болезнь или это состояние ну в общем-то нормальное может быть в критических ситуациях это первое и второе а чем это отличается вообще от навязчивых состояний ну вот здесь это если коротко говорить то вот для современной зарубежной психологии это характерно тому чтобы перейти к руминации не просто вот как некому симптому индикатору относящемуся ну вот есть такая этикеточка да а к пониманию механизмов да то есть с помощью процессов руминации предполагается описать что происходит с вниманием человека как он на чем-то фокусируется циклиться и что при этом происходит и чем вот это вот зацикливание отличается например от рефлексии и как это происходит то есть вот здесь переход собственно говоря к психологическим механизмам и вот здесь вот в континууме вот таких нормативных до патологических вещей это происходит но вот все-таки в психологии там есть попытка вот перейти к такому вот содержательному описанию что в целом характерно для когнитивной психологии ну то есть это не болезнь конечно это действительно сам по себе трансдиагностический такой психологический механизм формирования и поддержания расстройств современной вот метакогнитивной психологии психотерапии то есть это вот не причина а то вот некий поддерживающий фактор да поэтому очень важный вопрос потому что действительно в типологиях сейчас пытаются где все-таки норма-то в этом континууме где там патология как состояние например есть руминации которые являются нормальными могут быть просто спровоцированы стрессом мы начинаем обдумывать нам сложно переключиться и как черта которая уже встречается чаще при психозах и при каких-то психических расстройствах сам по себе как отдельные симптомы или как расстройство он не определяется именно как механизм системно-динамический механизм который поддерживает который важно учитывать в психотерапии и при психологическом каком-то вмешательстве сопровождения большое спасибо коллеги большое спасибо наверное спасибо огромное за проявленный интерес коллеги у нас не слышно микрофон включите спасибо большое коллеги мы заканчиваем вот хотим предоставить слово главному редактору нашего журнала Татьяне Викторовне Ермоловой да я уже в конце хотела бы присоединиться наконец к нашей встрече во первых хотела бы поблагодарить всех авторов нашего журнала всех авторов статьи по которым сегодня были сделаны доклады и самих докладчиков поскольку в живом непосредственном общении мы получаем ту необходимую нам детализацию проблемы которую вы в этих статьях заявляете которая может оставаться для какой-то части читателей не всегда понятной поэтому такие встречи они всегда полезны позволяют ну как бы полностью удовлетворить любопытство возникающее вот в ходе чтения статьи затем я хотела бы поблагодарить нашего тематического редактора Натальи Николаевны Авдеевы собственно тема этого номера принадлежит ей она ее предложила она крайне редко как бы возникает у нас тематических журналах и она оказалась очень интересной очень продуктивной и состав авторов в этом же номере был великолепным и так далее очень интересные поднимались аспекты связанные прямо напрямую косвенно с проблемой младенческого возраста и очень понравились мне как бы заявки на более широкий социальный контекст который определяет вот статус младенца психологический его развитие своевременное и несвоевременное и одновременно с этим вот тут уже появились такие перспективы как действовать опираясь на материалы исследования авторов но у меня такие идеи возникают скорее в плане публикаций дальнейших может быть Наталья Николаевна мы повторим спустя какое-то время тематический раздел который касается этой проблемы и здесь я хотела бы может быть более такое направление задать или хотя бы каким-то образом его упомянуть мы живем в совершенно как бы невообразимое время когда у нас возникают гомосексуальные семьи когда у нас возникают семьи в которых младенцы рождаются в результате КО семьи в которых это касается зарубежной литературы как бы преимущественно я думаю она как бы по миссии нашего журнала и вообще информативно была бы интересна как антипод возможно ли ну нужному положению вещей и нашей аудитории это родительство в рамках семьи где родители один и родители два и полуролевые как бы функции не обозначены четко хотя это гетеросексуальные например семьи очень интересен был бы вопрос вот поднимался в одном из докладов сегодня проблема осознанного отцовства да и роль отцовства развития ребенка в его статусе психологическом очень бы хотелось почитать кросс-культурные исследования потому что все о чем мы сегодня говорили это та же классическая выборка на которой вся европейская психология западноевропейская американская психология зиждется но сейчас мы имеем более как бы за счет проблем я не знаю ситуации с глобализмом и так далее огромное количество этносов внутри западноевропейских да вот скажем популяций и за счет того что свободы передвижения больше наверное такие данные есть интересно было бы посмотреть все таки каким образом это происходит да роль матери роль отца роль социальных условий и так далее которые ну реально существуют и в других этнических образованиях это было бы интересно потому что по большому счету мы добавляем покрупицы к тому что мы ну в общем-то знаем да и существует огромное поле вот информации и я сама с ней сталкивалась поскольку в этот номер тоже собирала какой-то материал для статьи которую мы писали и я ну сталкивалась с такого рода информацией просто она не в тему была я ее не как бы исследовала глубоко отставляла на будущее но она есть может быть у кого-то такое желание возникнет я думаю это был бы ну очень информативный номер возможно вот с каким-то таким прицелом на будущее я думаю это для научной аудитории и для студенческой нашей аудитории возможно было бы интересно еще раз всем огромное спасибо получила искреннее удовольствие ну само собой как бы от знакомства со статьями в этом номере ну и от сегодняшних докладов просто спасибо это было профессионально это было глубоко это было очень информативно и интересно спасибо спасибо я придумала название для этого номера культурное многообразие родительства очень хорошо запомните Наталья Николаевна мы сейчас хорошо да спасибо до свидания спасибо до свидания до свидания коллеги спасибо до свидания спасибо 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 Продолжение следует...